В Бейске жильцам дома, который власти признали аварийным и непригодным для проживания, предложили снести его самостоятельно. Между тем, где будут жить горожане после сноса, им не пояснили. Как рассказали сами владельцы квартир, им пообещали, что их квадратные метры выкупят по средней рыночной стоимости. Однако время идет, а люди продолжают жить в доме, который разваливается. Мы просим администрацию, чтобы она обратила внимание на наш дом. В таких условиях жить просто невозможно. Маленькие дети, не только у нас, но практически у всех маленькие дети. И по этой причине просто приходится уезжать, платить деньги. И здесь за коммуналку, и за съемное жилье. И печное отопление, нужно топить. Просто, ну, очень тяжелая ситуация. Семья Ждановых многодетная. У Юлии и Александра пятеро детей. Сейчас бейчане снимают квартиру, хотя имеется свое жилье. Находится оно в аварийном доме. И семья вынуждена была покинуть свои квадратные метры, потому что дети стали постоянно болеть. В 2019 году дом 92 по улице Льва Толстого признали аварийным и подлежащим сносу. Еще одна семья также снимает жилье. Люди говорят, что жить в этом доме стало невозможно. Администрация нам дала постановление, что дом мы должны снести сами до 1 января 2022 года. Если мы не производим снос дома, то администрация нашего города должна изъять у нас все жилые и нежилые помещения. И участки этого дома. Но так как здесь все заувалировано и двояко, как мы можем снести и выполнить эти обязательства, если нам не предоставили никакое взамен жилье? Наша редакция направила официальный запрос в администрацию города с просьбой пояснить, когда дом 92 по улице Льва Толстого будет расселен и жильцы смогут получить новое жилье или же компенсацию. Мы продолжим следить за данной ситуацией. Продолжение следует...